Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск программы события. В студии работает Александр Козырев. Делегация из города Гусева Калининградской области России посетила Сморгонщину. Визит состоялся в рамках 9-го форума регионов России и Беларуси, который проходит на Гродничине. Партнерство Гусева и Сморгони началось еще в 2013 году, когда было подписано соглашение о сотрудничестве. Позже, в 2017 году, был заключен договор о сотрудничестве городов-побратимов. Председатель Сморгонского райисполкома Геннадий Хоружик и глава администрации Гусевского городского округа Александр Китаев в Гродно на 9-м форуме регионов России и Беларуси подписали дорожную карту по развитию межрегионального торгово-экономического, инвестиционного в сфере спорта, туризма, образования и культурного сотрудничества между Сморгонским райисполкомом и администрацией муниципального образования Гусевский городской округ на 2022-2025 годы. Дорожной картой предусмотрены меры, которые позволят реализовать взаимоотношения между городами-побратимами. Определены ответственные лица с российской и белорусской сторон. Партнерство между городами-побратимами не заключается в ответных визитах, делегациях, не заключается и не ограничится в личных знакомствах главами городов, главами муниципалитетов, а самое главное, нас как глав, познакомить жителей, познакомить друг друга коллектива, спортивные, творческие, познакомить, самое главное, для развития регионов, бизнесменов, для того, чтобы они сами установили контакты, то есть мы как проводники познакомили, далее они установили сами контакты и уже взаимодействуют на тех взаимовыгодных условиях, в тех направлениях, которые всем интересны. Сейчас в пору таких вызовов, которые нам делают вчерашние партнеры, особо остро мы нуждаемся в этом сотрудничестве. Сейчас и в бизнесе, и в культуре, и в спорте перестраивается очень многое, и сегодня от муниципалитетов зависит, как сложится картинка взаимодействия в дальнейшем. Мы с Геннадем Васильевичем обсудили и нашли общие точки соприкосновения, в первую очередь в сфере культуры. Город Гусев до 1946 года именовался Гумбинин, и до 2014 года был единственным местом на территории Современной Российской Федерации, где проходили бои Первой мировой войны. Однозначно, точно нам стоит вместе задумываться о изучении Великой и Забытой Первой мировой войны. Также у нас много общего и по Второй мировой войне. И сейчас я вижу много, проезжая плакатов в 2022 год, объявленном Годом памяти. И сегодня то, что происходит в мире, особо нуждается в усилиях всех, скажем так, вменяемых, адекватных граждан этой планеты в том, чтобы историческая память была справедливой, и чтобы никто её не пытался переписать, и нельзя дать это позволить. Представители Гусева и Сморгони обсудили пути дальнейшего сотрудничества. Планируется наладить взаимодействие по различным направлениям – в сфере культуры, спорта, туризма, образования. Речь шла и о развитии сельского хозяйства. Очень много мы вели речь о сельхозразвитии. Кстати, данный округ очень силён в этой области. Нам есть чему поучиться. Да, я не скажу, что там плохо наш регион. Да, мы там по производству молочной продукции, мясной продукции неплохо смотримся. Но те результаты, которые получает наш город Побратин, мне впечатлили. Точно нам есть к чему стремиться, есть к чему двигаться. Конечно, те сложности, которые в сегодняшний или нынешний период проходят, да, но я думаю, что они, дай Бог, чем побыстрее они завершились, и дало нам возможность к мирному, нормальному сотрудничеству, быстрому движению вперед на пользу наших народов. Для гостей день на Сморгонщине был очень насыщенным. Они посетили основные достопримечательности, познакомились с историей нашего города, получили много положительных эмоций. Очень яркие впечатления от посещения прекрасного города Сморгоне. Очень понравилась усадьба. Впечатлил парк, впечатлило это живое общение, впечатлило то, что эта усадьба живёт. Здесь прекрасные концерты исполняются. Вот чувствуется вот эта любовь, вот это вот солнышко, которое в окна бьёт. Получили колоссальное удовольствие. Конечно, мне хотелось бы ещё несколько слов сказать про прекрасный город Сморгонь. Такой, знаете, чистый, ухоженный, развивающийся. Очень много деток у вас, много школ, детских садов. Ну, то есть это будущее вашего города. И, конечно, хотелось бы пожелать вам, чтобы вы развивались, чтобы у вас смеялись дети, и всегда было чистое небо над головой, светило ярко-ярко солнце. Путёвку во взрослую жизнь получили выпускники Сморгонского государственного политехнического профессионального лицея. В учреждении образования состоялся выпускной вечер. Ярким торжественным мероприятием завершился очередной этап в жизни молодых людей. Мы рады приветствовать вас на этом замечательном празднике. На самом долгожданном, самом прекрасном празднике всех учащихся. Да грянет бал, да будет бал. Быстро и незаметно пролетели три года. Наступил самый долгожданный и волнительный момент в жизни учащихся – выпускной вечер. Красивые и нарядные юноши и девушки пришли попрощаться с лицеем, который подарил множество незабываемых моментов. В этом году порог взрослой жизни переступили 47 выпускников. Прошли экзамены, все они успешно сданы, прошли квалификационные пробные работы, профессии у нас получены. Наши выпускники получают профессию каменщика, электрогазосварщика, швеи, парикмахера. Все они трудоустроены, распределены в наше базовое предприятие «Сморгонский трест». Распределены в базовое предприятие «Белкреда» швейная, «Юнона». Повышенный разряд у нас получило 6 парней по профессии электрогазосварщик и получили повышенные разряды по профессии швея – 3 выпускницы. Каждый выпуск, честно говоря, со слезами на глазах. Как бы мы их не ругали, как бы мы их не воспитывали, где-то хвалишь, где-то ругаешь, но все равно каждый ребенок, он особенный по-своему, поэтому все время провожаешь их со слезами. За три года обучения неуверенные подростки выросли в дипломированных специалистов, которые овладели необходимыми профессиональными навыками. И это результат ежедневного кропотливого труда преподавателей, мастеров производственного обучения, родителей, наставников на производстве. Все они пришли поддержать и поздравить выпускников. Много теплых слов ребята услышали от людей, которые вместе с ними прошли этот сложный, но интересный путь обучения в лицее. Дорогие выпускники, я вам не желаю легких дорог, пускай они будут трудными, но преодолимыми. Я вам желаю теплоты родительского очага, оставаться для них детьми навсегда, любимыми и всегда, чтобы они верили, что вы самые лучшие. Я вам хочу пожелать, чтобы вы всегда помнили о тех людях, которым ваши родители доверили ваши юные сердца и которые вложили в вас частичку своей души. Это мастера и преподаватели, это те люди, которые на производстве помогали вам стать высококлассными специалистами в будущем. Самый волнительный момент вечера – вручение дипломов о профессионально-техническом образовании. Лучшим учащимся также вручили похвальные листы за успехи в учебе, сертификаты достижений выпускника учреждения профессионально-технического образования, благодарности за активное участие в общественной и спортивной жизни. Ребята достигли главной цели – хорошо овладели выбранной профессией. Впереди у них много дорог, но годы, проведенные в лицее, каждый выпускник будет вспоминать с теплотой и приятной грустью. Я получила профессию швея-парикмахер и думаю в последующем поступать либо на художника-модельера, либо поменять кардинальную специальность. От учебы остались только хорошие впечатления. Были различные конкурсы, мероприятия различные. Ну, в принципе, очень разнообразная жизнь. О преподавателях я могу сказать только хорошее. Они всегда помогут, они поддерживают, они наставляют нас. Поступил в это заведение по причине того, что мой отец тоже строитель, сварщик. И с самого детства мне это нравилось. Я приобрел профессию каменщик, монтажник, электрогазосварщик. Мне очень нравится, мне нравится ответственность, которая возлагается на мне. Профессия строитель, даже если я не буду работать по этой профессии, она мне пригодится в жизни. То есть экономия средств, домашние какие-то работы, ремонтные цели. Было очень много веселых моментов, которые я, наверное, не забуду никогда. Даже если сравнить меня с первым курсом, когда я пришел, уже третий курс, есть изменения, я тут прям будто бы вырос. Очень весело, я везде участвую в спортивных мероприятиях, там КВН тоже, там различные мероприятия. Очень нравится, я рад. Я училась на швю парикмахера. У меня мама швея, так что я и пошла по ее стопам. Мне нравится конструирование одежды, конструкции разные. Я уже привыкла ко всему этому, и новый этап будет для меня чем-то новым. Здесь хорошие очень преподаватели, они очень понятно объясняют, доходчиво. Возвращают те знания, которые были упущены в школе. С какими чувствами, с каким настроением покидаешь лицей? Чувство такой ностальгии по чем-то прошедшем, и такая, может, грусть даже есть немного. Выпускной – это не только итог определенного отрезка времени, но и новый старт. Виновники торжества открыли следующую страницу в книге под названием «Жизнь», где каждый продолжит писать свою историю. Лето. Время отдыха, ярких впечатлений и положительных эмоций. Провести каникулы интересно и увлекательно школьники могут в лагерях различной направленности, которые работают в нашем районе. Как отдыхали ребята в военно-патриотическом лагере «Рубеж», узнавала съемочная группа ОКС-ТВ. 45 мальчишек и девчонок из разных школ Сморгони точно запомнят первый месяц летних каникул. Ребята интересно и с пользой провели время в военно-патриотическом лагере «Рубеж», который работал на базе учебного центра Института пограничной службы Республики Беларусь. Подростки не только увидели жизнь пограничников, но и прочувствовали ее на себе. После двух лет вот такого перерыва мы впервые опять организовали лагеря на базе нашего учебного центра Государственного учреждения образования Института пограничной службы Республики Беларусь, которые всегда принимают нас с удовольствием, помогают и организовывают. В рамках этого лагеря ребята постигнут, наверное, вот те азы профессии, нелегкой профессии наших военнослужащих. В данном случае это наши пограничники, которые первыми стоят всегда на защите рубежей нашей Родины. Условия для ребят замечательные. Достаточно хороший уровень питания, современные условия в столовой, проживание. В общем, я очень благодарю командование и части Института пограничных войск за то, что ребята здесь работают. Девять дней ребята жили в условиях, максимально приближенных к армейским. Вместо отрядов – взводы. Распорядок дня, как у настоящих солдат. В 7.30 – подъем, в 22.30 – отбой. В течение дня – насыщенные и разнообразные занятия. Программа «Управление образования» предусматривает различные воспитательные мероприятия с воспитанниками лагеря рубеж. В чем они заключаются? Это огневая подготовка, физическая подготовка, тактическая подготовка, подготовка РХБ защиты. И, соответственно, профессиональная работа подрастающего поколения, нацеливание их на выбор будущей профессии. Возможно, кто-то из воспитанников в будущем станет офицером-пограничником. Поэтому и поступит в наш институт пограничной службы. Нам будет это вдвойне приятно. Кому-то в первые дни в лагере было непросто, а кто-то с легкостью освоился в незнакомой обстановке. На помощь ребятам пришли воспитатели, которые постоянно находились рядом. Чтобы привыкнуть к новым условиям, познакомиться и подружиться нужно время. Более сложным им было то, что они из разных школ, они не были еще знакомы. И в первый же день мы провели такую игру знакомства, где они немножко рассказали сами о себе, чтобы они немножко узнали больше друг о друге и познакомились, нашли какие-то общие интересы, точки соприкосновения. И это им помогло, потому что у нас тут есть девочка, которая играет на гитаре. Они в тот же вечер собрались вместе, стали разучивать песни. Но это, конечно, сближает детей, сплачивает с первого дня. Большое внимание в нашей стране уделяется военно-патриотическому воспитанию. Очень важно, чтобы дети выросли настоящими гражданами и патриотами. Такие лагеря играют большую роль в решении этой задачи. Воспитание патриотизма у каждого молодого человека, это, наверное, должно быть точно так же, как и должна быть семья. Во-первых, если человек патриот своей родины, он ее никогда не продаст. И он будет делать все то, чтобы расцветало здесь все. А это значит, была жизнь такая, которая подходит каждому. Я решила попробовать себя испытать в этом лагере. Не была ни разу, очень заинтересовала. В будущем, в принципе, из вариантов поступления есть военные подразделения. Мне очень хотелось получить новый опыт и попробовать себя в новой сфере и узнать больше о пограничной службе. Я еще не определилась со своим жизненным путем, так скажем, но я буду рассматривать данную профессию. Нам предложили военно-патриотический лагерь. Ну, вот решил попробовать, понять, что такое вообще армия, что вообще представляет собой пограничные службы. Интересно было просто. Первый день, когда мы приехали, ну, честно, не ожидали. Мальчики, вот, никто не ожидал, что настолько будет все интересно, настолько вот прям в реальной армии. Не ожидали. Самая сложная – дисциплина. Не все сразу понимают, какова должна быть дисциплина. Во-первых, нужно подчиняться всем приказам, выполнять все команды. Отдых в военно-патриотическом лагере очень полезен для школьников. Многие воспитанники раньше даже не представляли, какая она – армейская жизнь. А за эти девять дней ребята приобрели важный опыт, который, несомненно, пригодится им в будущем. В теплые летние дни на берегах водоемов очень многолюдно. Вода спасает от жары, но порой на реках и озерах нас подстерегает опасность. Чтобы отдых не закончился печально, нельзя пренебрегать правилами безопасности. Купаться можно только в специально оборудованных местах, где контролируется качество воды и постоянно дежурят спасатели. На территории Сморгонского района официально определена одна зона купания. Это водоем по улице Гагарина, города Сморгонь. И она находится на обслуживании Сморгонского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Специалистами Центра гиены витамиологии Сморгонского только на этой зоне контролируется качество воды для купания и содержание зоны отдыха. Хочу обратить внимание отдыхающих, что на остальных водоемах района купание запрещено решением исполкома, и вода там не контролируется. Поэтому для безопасности граждан лучше отказаться от купания в неустановленных местах, чтобы не заразиться кишечными инфекциями, кожными инфекциями. Сморгонское РОВД совместно с МЧС и с водом обязаны проводить патрулирование этих водоемов, где купание запрещено и, возможно, административная ответственность. Качество воды контролируется нашими специалистами с июня месяца по август. Каждую неделю за прошедший период купального сезона 2022 года, это перед началом купального сезона в мае и в июне в два раза проводился исследование проб воды, патогенных микробактерий не обнаружено. Вода соответствовала качеству по химическим показателям, и постановления о запрете купания пока не выносились. Хотелось бы также обратиться к отдыхающим, оставлять чистоту после себя, выбрасывать мусор в контейнеры или мусорные урны, и также запрещено купание животных, мытье машин на пляжах и выгуливание собак. 3 липеня запрошаем Жихару и гостей Сморгонщины на районное свято, квитней Радзима под Блакитным небом, присвеченное Дню Незалежности Республики Беларусь и 78-годзю вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников. Святочные мероприемства распочнутся у 10.45, шестям парадных разликов военнослужащих, организаций и предприемства у Сморгонни, молодзи, спортсменов, представников громадскости, гостей города. У 11.01 на площади Ленина отбудется митинг «Гонор и слава. Моя Беларусь». На протягу дня святочные тематичные пляцовки будут организованы у городским парку и летним амфитеатры. Вечером вас чакает концертная программа с уделом заслуженной артыстки Беларуси Ирыны Дорофеевой и солистов Народной эстрадной студии «Мираж» Сморгонского районного центра культуры. Завершится свято республиканской акции «Спяем гимн разом». У Беларуси для отримання якосной адукации створены усе умовы. У минулым годзе больше за 7 миллиардов рублев адагульнага бюджет Украины было накеравано на адукацию. 1 миллион 100 тысяч навученцев наведвали амаль 3 тысячи школ и гимназий. За кошт бюджету професійно-технічные и среднеспециальные установы подрыхтовали амаль 43 тысячи специалистов. А высшую адукацию у державных установах отримливало 60% студентов. Вы повинны ведать, на что накеровываются ваши податки. В субботу 2 июля сохранится влияние антициклона. Будет переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18, днем плюс 29, плюс 31. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. В воскресенье 3 июля погода постепенно начнет меняться. Через территорию Сморгонского района будет проходить слабовыраженный холодный атмосферный фронт с запада. Поэтому южные ветры сменятся на западные. В течение суток местами по району ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20, днем плюс 27, плюс 29. Ветер западный, слабый до умеренного, при грозах порывистый. В начале следующей недели холодный фронтальный раздел окажется малоподвижным и продолжит определять погоду в нашем районе. В понедельник 4 июля будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Но жаркая и душная погода сохранится. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18, днем плюс 27, плюс 29. В ночные и утренние часы могут опуститься слабые туманы. Ветер юго-западный, слабый, при грозах порывистый. Во вторник, 5 июля местами по району ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18, днем плюс 27, плюс 29. Ветер западный, слабый, при грозах порывистый. В ночные и утренние часы могут опуститься слабые туманы. По предварительному прогнозу, в среду холодный фронтальный раздел сместится на восток. Откроется дорога более прохладным воздушным массам с Балтики и Скандинавии. Во второй половине следующей недели ожидается существенное похолодание. Среднесуточная температура воздуха может оказаться ниже нормы. В дневные часы столбики термометров покажут 18-23 градуса тепла. Это были все новости на сегодня. Следите за нами на сайте газеты «Светлый шлях», а также на нашем YouTube-канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова